Новости Еще один шаг навстречу прогрессивным условиям. В стенах Ставропольского аграрного университета открылась новая учебно-исследовательская лаборатория для студентов. Энергоэффективные технологии теплопотребления и диспетчеризации. Первая на территории Северокавказского федерального округа. Сегодня есть закон о теплопотреблении, об экономии. А как он осуществляется? Вот мы как раз на конкретном примере сегодня и показываем, как он должен работать на примере нашего учреждения. И научившись сегодня, наши выпускники уходят очень подготовленными в этом направлении людьми. Мы можем автоматически управлять всей этой системой, получать данные уже по локальной сети на компьютер. И самое важное для нас является то, что у нас в голове откладываются какие-то знания именно по практической части. Не то, что написано в учебниках. Это, как всем известно, мало запоминается. А здесь мы наглядно видим, запоминаем. Обучение не на муляжах, а на настоящих объектах теплосистем. Это главное преимущество лаборатории. В результате занятий студенты получают незаменимые знания. А предприятие и государство в целом – серьезный прогресс в экономике. Система имеет возможность создавать для каждого индивидуального теплового пункта индивидуальные графики. Как для системы от горячего водоснабжения, так и для системы отопления. Например, в нашем аграрном университете сегодня мы снижаем подачу теплоносителя в систему в вечернее время, с 9 до полшестого утра, когда в УЗИ никого нет. Буквально за этот год только один тепловой пункт нам позволил сэкономить порядка 3 миллионов 900 тысяч рублей. Стенды в лаборатории собраны с использованием современных вычислителей тепловой энергии. Задумка воплотилась в реальность благодаря сотрудничеству с партнерами – компаниями «Теплоком» и «Теплосеть». Как только было к нам обращение о том, чтобы создать передовую лабораторию, первую на территории Северного Кавказа, мы с удовольствием приняли это решение и предоставили максимум своего оборудования для того, чтобы студенты и те сотрудники, которые занимаются обслуживанием узлов учета, могли обучаться на современном оборудовании, не выезжая за пределы, скажем так, Северного Кавказа. Аграрный университет продолжает активное развитие. В планах уже к концу года открыть новый масштабный объект – учебно-лабораторный корпус. 28 тысяч квадратных метроплощадей. И там сегодня можно проявить себя как никогда лучше. Поэтому сегодня работает факультет над этим, руководство, вы. Я думаю, у нас это получится. Тамара Гадумская, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.